МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА А вот виновник аварии, 22-летний водитель Ауди, практически не пострадал. В машине сработала подушка безопасности. По данным ГИБДД, парень управлял автомобилем в состоянии алкогольного опьянения. По нашим данным, в ту ночь в ходе операции контроль трезвости дежурный экипаж ДПС заметил машину с неадекватным водителем на пересечении проспекта Победа и улицы 15 лет Октября. Услышав звуковые сигналы и требования остановиться, водитель Ауди прибавил скорость. Пересечение проспектов Победы и Волоколамского Ауди прошло на Красной со скоростью 138 км в час. До смертельного финиша оставалось не более километра. По данным ГИБДД, в крови виновника аварии выявлено 1,2 промилле алкоголя. Как мы уже сообщали, парень живет в Клину. В тот субботний день он приехал в Тверь получать диплом об окончании университета. А вечером пошел с другом в ресторан обмыть высшее образование. Обмыл так, что попал за решетку. Мера пресечения обвиняемому в виде ареста избрана на срок предварительного следствия по уголовному делу, возбужденному по пункту А, части 4, статьи 264 Уголовного кодекса России. Мы следим за ходом событий. Региональный следственный комитет еще раз предупреждает жителей региона о мошенниках, которые представляются сотрудниками правоохранительных органов. В последнее время случаи, когда мошенники представляются сотрудниками силовых ведомств и склоняют жителей региона к действиям, приводящим к утрате личных денежных средств, в нашей области участились. Следственное управление Следственного комитета Российской Федерации по Тверской области предупреждает об участившейся случаях обращения о совершении в отношении граждан мошеннических действий со стороны лиц, которые представляются сотрудниками правоохранительных органов. В разговорах с гражданами мошенники, представляясь с сотрудниками силовых ведомств, склоняют жителей региона к действиям, приводящим к утрате личных денежных средств. Такие действия квалифицируются как мошенничество. Обращаем внимание граждан. Сотрудники правоохранительных органов, уполномоченные проводить предварительное следствие, вызывают граждан повесткой. При этом должностное лицо никогда не требует по телефону предоставления персональных данных, банковских реквизитов, информации по счетам и пластиковым картам. Ни по телефону, ни в ходе очной беседы сотрудники правоохранительных органов не заявляют требования о переводе денежных средств на какие-либо счета. Это незаконно. Желая проверить мошенников, не следует перезванивать на такие входящие вызовы. Любые предложения от имени правоохранительных органов, например, помочь в поимке преступника путем перечисления денег на указанные собеседникам счета либо с целью обезопасить сбережения, это явный признак мошенничества. О таких фактах необходимо сразу сообщить правоохранительные органы. При попадании в подобные ситуации, если звонящий представился сотрудниками силовых структур, необходимо позвонить по номерам телефона доверия соответствующего правоохранительного органа и проверить информацию, озвученную звонившим. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова